Здравствуйте, рада вас приветствовать. Александра Геннадьевич Кайкина в эфире. Александра Геннадьевич, я сегодня только утром узнала, что сегодня день рождения вашей дочери, очень рада вас поздравить. Вы знаете, это тоже еще одна ваша ипостась, потому что родители это первый гуру, это начало образования. Поэтому мои поздравления, вас и вашу супругу, поздравляю с днем рождения вашей дочери, вашей дочери. Мы определяем всем браке, но я думаю, у нее и так замечательная карма, потому что она родилась в такой потрясающей семье. И знаете, я бы хотела, знаете, с чего начать, что я всю жизнь в сфере образования, и мне очень важно, что там происходит, и очень важно, чтобы реальные люди сегодня спросили, задали реальный вопрос. Поэтому я буду даже озвучивать имя, даже буду озвучивать их позволения, что это за люди, откуда они, потому что это действительно крайне важно. До образования мы все присутствуют, но легко ли быть молодым, легко ли быть родителем, легко ли быть вообще неравнодушным человеком в этой сфере. И лучше чем вы, мне кажется, никто не ответит на этот вопрос. И вот нам представился потрясающий шанс, вы любезно согласились принять участие в этом году мунифия. И мы до конца сестерова обучить эту тему. Итак, можно ли только первый вопрос, он достаточно личный. Достаточно личный. Скажите, пожалуйста, течение вот этой нашей долгой жизни. Кто был для вас пример учителя? И какие качества в этом человеке вас, за что вы любили, за что уважали? Ну, учителя жизни у человека может быть много учителей. Так, договориться с древними людьми, что кто-то каждый из каждого человека, который встречает на нас в жизни, он может быть нашим учителем, в чем-то. Можем учить в угодно. Вопрос как бы в позиции нашей личной позиции. Я не могу говорить о мунифе, в том числе. Меня училища не принимает эту концепцию ученичества. Например, со временем мир училища не принимает эту концепцию ученичества, а не училища на ученичестве. Такой принцип вы имеете по ним все. Такое, на древнем мудреце говорили, что можно учиться в этом ученичестве. to stay a disciple during all our life and from this position we can see that a person may have very big amount of teachers and he can learn many things of course it's not all the time that I knew about this ancient tradition but actually it's the main thing because actually the sense of a human life is to learn yourself and to teach the others there are just two of these functions to learn and to teach So, a disciple is at the same time a teacher. I've learned the truth, and I have to transfer it. In my personal life, I had, for example, my school teachers. Many of them I still remember. Especially their kindness has touched me. There are many very touching scenes during my school studies. I had a chance to meet very particular people, very caring, with a strong mood of maternity or paternity. And so, this energy of parenthood is the basis of education, rather at school or at home or at the university, and also in our spiritual life, about maternity and paternity. For example, our confessor, we call him Father Alexander, and so on. He is a father and the relationship of fatherhood. This is the idea of relationship disciple and teacher. Also, I had my art teachers to whom I am still very grateful. Of course, I also had my friends with whom we grew together, with whom we were searching for the truth together, and I've learned a lot from them also. A lot I've learned from my own intelligence. The teacher is also present within me, inside of me, as an intelligence. But to whom I am especially grateful. He is my spiritual master. I had a chance to meet him 35 years ago. He gave me initiation and his instructions. And our relationship with him are eternal. It's a special soul, and it was a great opportunity in my life. Thank you very much. Thank you very much for sharing this very personal information about the teachers, and your spiritual life. Thank you very much. Thank you very much. So, we have a question from Asil Ajana. She is a teacher. 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 Can you give some criteria which can help one to find himself, to find his way in life? And how education can help him in this? So, it's a very good question. Education actually has, can, and has to help everyone to find themselves. But education can also harm, for example, if education creates some kind of dogmas and потому что природа человека, она уже присутствует в нем. Потому что это очень сложно принять ее. Давайте рассмотрим, что трудно принять эту природу. Почему? Отвергаем собственную природу. Одна из проблем из современного мира, что мы установим какие-то стандарт престижа в обществе. Мы должны просто принимать это. Поэтому мы должны понимать, почему это так сложно принимать это. Почему мы не принимаем нашу природу? Один из проблем из современного мира это стандарт престижа. Например, сегодня это престижное быть бизнесмен, и это не престижное быть герой мира, чтобы быть генитар, например. И нам внушали, что это героям, у нас есть космонавты. Мы все считали быть космонавтами. Кому не верю? Они тоже. И все было космонавтом. Это был стереотип. Ну, это был стереотип, конечно, был красивый стереотип, но они были не в каждом. Не нужно каждому космонавту. Вот что. Это стереотип не нужно. И вот древние мудрецы объясняют, что есть природа людей, она берется на какие-то классифицированные. Она разумна. Ведь люди есть, как и рабочие, есть бизнесмены, есть управляющие классы, и умовесцы. Вот и четыре классы, вы сюда будете иметь, как бы вы ни образовывали, не воспитывали, перевоспитывали, и каждый должен находить себя в этих четырех тонн, в этих врожденную свою кровь найти. Никакого престижа сравнения не должно быть, что это плохо, это хорошо. Вот плохо, очень хорошо быть сказано. И everyone should find himself within one of these four classes to find his original nature. There should not be any prestige in comparison that this is good and this is bad. For example, it's bad to be a worker and it's good to be a priest. Today, these things should not contradict each other. In Soviet Union, for example, one grave mistake was made. The country had a need in engineers. And the government started to attract young people to the polytechnic universities with many kinds of privileges. And many young people went to study there because of these privileges. Not because of their vocation, but because of its privileges. It was in fashion to be an engineer. And as a result, the country received a huge amount of bad engineers. The same thing happened in this sphere of medicine. Again, privileges, prestige, advertisement, and many people went there to study. And in the country there were many very bad specialists, very bad doctors with diplomats. And now, most of the doctors were in this sphere of medicine. И вдруг я столкнулась с тем, что образованный человек это тот, кто знает, как стать счастливым. Вот это определение, он просто, знаете, потрясло, потому что он абсолютно в точку бьет. И действительно, вот эти ненужные стандарты, они эти вещают наше сознание. И дети заморочены вот этой информацией, они не могут определиться в этом мире. Спасибо вам большое. Очень ценная информация. Вопросов так много, что я прям отбивалась от вопросов, так что я буду последовательно задавать. Евгения, 12 лет. Город ростом не дано. Надо ли заставлять детей верить в Бога? Не лучше ли было бы, чтобы человек сам решил, когда вырастет, верить в Бога и в какого похода? Просто девочка посмотрела передачу, где достаточно жестко, так сказать, навязывали Бога и даже стали, что вы умрете. И она на паспорте все это вот такой вопрос. Вот ребенок спрашивает, да. Это же самое, как взять истанет, и она была очень страшная, и она очень страшная, и она спросила, что это не духовный метод. Да, это не духовный метод. Это больше то, что это секс-фера политики, я думаю. Когда религия политизирована, тогда заставляет целый религию из-за политики. А религия, это в сердце то что, это любовь. Это внутренняя энергия, которую вы подчиняете спонтанно, невольно. Так же как вы влюбляетесь, скажем. Так же как вы стивитесь знами, спонтанно, невольно. Заходите правду слышать, спонтанно, невольно. Религия, жить в чистоте, спонтанно и невольно. Нам нужно просто показать, показать друг другу, что такое настоящая любовь, настоящая чистота, настоящее здоровье, настоящая счастье, вот это у детей нужно обучать, а у всяких спонтанных стремлений к Богу, как чистить, как к здоровью, как к счастью, потому что Бог как раз вот это все самые лучшие слова вместе взяты. А то, что вас пугает, ада, это больше для людей, может быть, какие-то невежества, какие-то политики, но это время уже как бы пропозит. Мы уже к категории людей не относимся, а мы ждем доброту, любовь, знания, вот такие методы. Спасибо, спасибо большое. Сейчас действительно очень многих людей это вводит в заблуждение. А тут вопрос прямо от ребенка, потому что спасибо за ваш развернутый ответ. Итак, Бог это любит. Чудо, спасибо. А Кукушкин Амфиса, кандидат исторических наук, профессор, академик. Вопрос такой, Александр Геннадьевич, так сложилось, что каждое предыдущее поколение критикует последующие, и в том числе и те тенденции, которые наблюдаются в современном образовании. Вот на днях, он контактирует ваши слова, но вы в одной из лекций сказали, критикуй, но критикуй и предлагай. Предлагаешь переответственность и действуй. Такие шаги на сегодняшний день были бы, на ваш взгляд, наиболее действенными, как могли бы мы одухотворить наше образование. Ведь изобилие новых предметов и технологий не дают возможности подрастающему поколению проявить свои лучшие качества. Мы не хотим, чтобы мы не хотим, чтобы вы делали какие-то эксперименты, и не хочу мы давать еще для экспериментов. For example, we think, let's try this kind of education, and finally the whole generation of young people are lost. Now let's try another type of education, and again we fail. So we don't have to make any experiments with people. You have to be more six-size knowledge. Education starts from knowing yourself. Here there will be no mistake, no experimentations. You have to know yourself. So a teacher has, at first, to be a self-realized person. If he is under influence of illusion, if he is working just for money, for career, prestige, or personal happiness, and he doesn't really care of the others, he cannot be useful. He will just make his own experiments for you. If you are learning from him, in the name of his career, in the name of his success, you are just being used in this way. You are just used in a gross and subtle form. We have already mentioned that teaching means paternity and maternity. It's selfless. That's why you have to first know yourself. There is this selfless nature within you. You have to find me. That this will be how you will be able to teach the others. So the pure motivation is selflessness. Development of this parental energy. First, know yourself, and then with a pure motive everything you work. Is it right? Yes. I am a particle of design love. I am a selfless soul. This is what everyone should realize. Okay, thank you very much. Our next question is from Blahem. My 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 next question is from Blahem. She is a creative approach in education. Many of her colleagues don't like it. They prefer to follow some kind of templates. And she is seeing this problem of the teachers. They don't want to accept other opinions. She is asking what to do in education. So what does she do? My education is very creative, and other teachers are not so creative. There is certain templates. And she feels that her way is not accepted. Well, me, I was in this situation in the only school years. I was just over eating silently. What can we do finally if the teachers have their own program, and they have to follow it strictly? They cannot do anything. They are just a part of the system. So you don't have to accuse them. You can just tolerate it. But besides the official teachers, you should also have mentors who will support your creative side. You don't have to expect it from the teachers at school. You have to be forgiving and tolerate people. Many of them are just victims of the system. So you don't have to rebel and make revolutions. Just find a mentor for your heart. Not everyone is being this kind of person. You have to make efforts to find him. If you are sincere, you will find this kind of person. So it means that some particular things in our life, we just have to accept and tolerate some particular conditions of this material world. Yes, we have to just tolerate it. I will mention three things that will help you in any situation. If you see that there is a problem from a particular person or group of people, you can influence them in a certain way. You can give them knowledge, you can explain them what is good and what is bad. This is the first way to avoid the problem. The second way, for example, you see that the problem has its origin in yourself. Your own character can create the problems as well, right? So the second way is to work with yourself. The first way is to correct the surroundings and the second way is to correct yourself. And the third way, if the problem doesn't depend on me and on the others, it exists just independently. No one is guilty. That's I am just tolerating. So there are three ways to educate the others, to educate yourself and to tolerate. In this way, you will achieve any way. Our path is not always easy, there will always be some obstacles. Because, I think, you just gave an advice for a person. So there are more ways to do your life. And patients will not be quite often enough. Thank you. You just gave an advice for a teacher from Karaganda. Можно ли учителям наказывать-воспитывать детей? И каким образом? Вот такой вопрос. Непростой. Роказание. Да. Потому что они же бывают ведут себя безобразно. Вот она учитель. Ну как это сделать правильно? Когда я учился в школе, мне отец поделил собачь. Когда я учился в школе, мне отец поделил собачь. И оно написано, что детка маленькая, она будет гадить. Куда они тоже сидят в комнате. Иoug вы easiest,クướiiero. Непростой Они ведь тоже сидят. Они убегают их. И homelessness Но с них просто нет. И естественно, вы forcément все знакомых. Непростой. Там обычно нет. Совет не можешь Fromстальговать и отступить, rau ли не забывайте. А сейчас посылаю себя в конкур thinking о. У вас не было удобно. Вы приходите через два часа и видите вас на ковре. Если у вас не было удобно, она не понимает, что вы забыли. Если у вас не было удобно, она забыли. Она забыли, что вы забыли. Она забыли, что это плохо. Если он знает, что это плохо, он уже наказывает. Если он знает, что это плохо, он должен делать это плохо. Когда он знает, когда он осознает и делает, тогда наказывает. Но если он знает, что это плохо, то он не знает. Они не знают, чтобы напугать его. Или просто вывесел его. А что за сознание? Или просто вывесел его? А что за сознание? Да. Они не исключены от школы, потому что это очень трудно подумать. И все же сознание можно возвысить постепенность и заниматься специально этим результатом. Два трудные подростки узнают. Есть колонии для малолетних детей. Это все утверждение. Другие. Но суть в том, что они будут осознать. Тогда он справляется. Спасибо. Я думаю, это вообще отдельный вопрос. Он настолько непростой. И действительно сейчас дети рождаются настолько, как сказать, отягощенные, и кармой тяжелой. Спасибо большое. Илья из Причитава. Неравнодушный родитель, я бы сказала, общественный деятель, блогер. Он спрашивает. У него две дочери растут, поэтому вопрос такой. Массовые аборты у несовершеннолетних происходят из-за нравственного упадка, как в навещающем контенте, то есть интернет имеется в виду телевидения, так и из-за отсутствия духовного воспитания в школах и семьях. Однако вместо того, чтобы организовать уроки по целомутрию, сейчас пытается введением школьного сексуального посвящения 4 класса решить этот острый вопрос. И у него такой вопрос. Кто стоит за этим? Преследуется корысть или что-то другое? Очень тяжелый вопрос. Очень дольный. Это называется компромисс. Компромисс за компромиссом. То есть я, допустим, управляю общество. Что я вижу, что общество нарастное посвящение падает. Так и у меня нет знаний, как повысить нарастные сообщения. Вот тогда я понимаю вот таким пример. Вместе с этим я не знаю, как повысить нарастные сообщения. Это очень артифициально. Это компромисс. Ювенал justice is the same example. I'm a governor, but I have no knowledge how to create good families, strong marriages. I don't know how to create fidelity in the families. I don't know, so I create laws that create the compromise. This is called juvenile justice. And so on and so forth. And also same-sex marriages, for example. It's a compromise. The society loses the principles. So we don't have to wait from society, from the governors that they will elevate our morality, our spirituality. The society has no resource for that. Inofficial education doesn't exist. That's why you have to individually be responsible for your own life, for your own family. You have to educate your children yourself. The principles that are given within the family are more influential than the ones from the school. But for this, you have to see yourself be a pure example. This is how we can elevate our culture. We cannot do it by the compromises. We have to have strong family relationships. Thank you so much. We have to start from ourselves. Yes, it's right. It's a deal of everything. Thank you very much. Yes, because we have a tendency to change society, but we don't want to change our side. Thank you very much. distance education from the community. We all understand distance education It's not a sense of and of the non-education. It's not a scientific knowledge. It's not a sense of connection between a teacher and the student. There is no... There is no... No cooperation. What should do a teacher... That's not a sense of Just as a kid and a, Это не автоматы, не какие-то тесты механические, это личность учителя, который является примером наглядных примеров, без примера, как говорится, не просто его слова и формулы, какие-то моменты. Это называется древними на санскрите Ачар Прачар, это два способа обучения, не один два способа. А Прачар означает, что мы говорим, Прачар означает говорить, или проповедить, если мы не студенты. Но оно не работает без Ачар. Это два способа обучения. Прачар – это как мы говорим, но это не работает без Ачар. Ачар – это действие. Ачар – это действие. Ачар – это действие. Ачар – это действие. И только в этом состоянии мы начинаем принимать какие-то вопросы. мы не должны быть высоконравственного поведения мы даем высшее образование, а человек может оставаться негодяем но это очень серьезно но люди тоже должны быть хорошими классами это значит, что негодяйцы, безысокого образования, так же к примеру может быть не образовательным в этом смысле, что лучше образованные негодяйцы, не образовательные вот лучше все-таки негодяйцев В этом смысле, что лучше, если он не должен быть негодяем, это опасно зачитать. Спасибо большое. То есть, опять, каждый из нас должен стать образом, да, в своей семье и личностный подход. Спасибо большое. Константин из Москвы спрашивает, какой самый важный опыт родителей должны передать ребенку? Это ощущение блага от добрых дел, он предполагает. Или взаимодействие со счастливыми взрослыми действующими с принципами изобилия. Если у него, по сути, ответы есть вопросы. Ну, неплохо, говори, а так не буду начать, и лак, это не плохо. Я хочу ответить вам, хорошенько так. Я принимаю все хорошее, что вы сказали, любую вещь. Но также я бы усмел для себя утверждать, что все хорошие вещи, без поддержания высшего принципа, они будут упадать равными полными. Они будут все равно, что тонут, они смочатся этой водой материальной, материальной условиями, материальные условиями, активы в воде, в воде, в воде, в воде. Мы можем потерять все самое хорошее, понимаете? Поэтому высший принцип, который именно поддерживает постоянно те лучшие качества людей, это любовь к Богу. Мы можем потерять все хорошие качества людей. И это, чтобы получить все хорошие качества людей. Поэтому это всё, что забыто сейчас в общее. Это любовь к человеку. Любовь к животным. Любовь к природе есть. Но почему мы все tienen в модерном society? Мы страдаем. Потому что нет никаких потенцифер. Потому что нет ни таким листу, нет ли? Но у нас есть все твои Douбки, нет листья? И если мы все, что человеку, есть люди, существующие растения, существующие природы. Потому что мы не должны у вас эту мaintающую жизнь. Потому что это божественное начало. Аст не потеря на связь. Вот почему падает. То есть, гумы благости недостаточно. Их все будет благость. Это ступень, чтобы подняться выше, это не цель. Это ступень, достаточно хорошая, но ступень. Спасибо большое, спасибо. Маринка, студентка, молодая мама, горматы. У нее потрясающий вопрос. Почему сейчас так много учителей? И как понять, что учитель истинный? Много учителей, потому что есть потребность в этом. Если есть потребность в этом, то эти могут интересоваться разными. Многие могут выдавать, скажу, учителя, потому что это выгодно, сейчас модно. Это можно что-то заработать. Это не послеводователи денег. Сегодня, когда учитель может удержать, говорится в комментариях. Но учитель должен быть интересовários. Мефричию нужно fifteen вещей. И то есть, учитель должен быть интересен, но учитель должен быть интересы. Но учитель должен быть интересованием обычной. Три вещи представляете себя. Три простов πά Mary-гоСида. Итак, что comme 컬러activ opinion Fen dictionary, о том, что действияет в Бога, и 죄の voice иchl fighter есть. Потрясающе. Это прям вот абсолютно точно ответы к критерии, да, как учителя. Запутаться можно. Сейчас есть оше, сейчас есть то, сейчас все. Очень много гуру, как понять. Да, спасибо вам, огромное спасибо. Я думаю, сейчас многие получили ответ на свой вопрос. Сейчас Багдад, докторант, преподаватель, маджи и сыновей спрашивают из Караганды, как сохранить любознательность в ребенке? Ага, да, право, любознательность в природе. Да. Но если вы способны быть учениками к своим вопросам, то их стремление к знанию никогда не остановится. М-м-м. It stops only then, when there is no answer. For example, Ezop has this kind of photo, which describes a fox who is reaching for the grapes. These grapes are even high, and the fox is not capable to reach them. So she's asking, 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 but still there is no answer. And finally she loses her interest and even starts to criticize. She says, ah, anyway, it's sore, what's the use of it? And it's really nice. And like this, the child is asking questions. Where do I come from? What is the sense of life? And no one is answering these questions. And so he loses his interest and he starts to criticize everything and he becomes a cynic. So it is a process of questions and answers, and we lose the interest. In fact, all our life we have to inquire and listen and educate the others. It's a very interesting and inspiring process if we have answers. So we have to just correctly and sincerely answer the questions of children in Friday. Yes, exactly. We have to connect them with the mystery of life. They say that God is a mystery of life, and every person has to be connected with it. Thank you. Asira Janava is asking what is the value of spiritual education? Spiritual education includes high morality and material qualifications also. Two in one. This is its special value. It doesn't only give professional skills, but it grows the morality. So it has a great value. Like these highly educated people are here. If we look practically, what is the difference between material education and spiritual education? The main thing is that it educates the professionals and at the same time honest people. This is the main thing. Honest person. This is the main difference. Because today there are so many cheaters. Everyone uses its profession like Nick Kaur just for his own profit. We have a tendency to exploit others if we have some advantage. If you have no education or knowledge or power, we have to try to use it for ourselves. This is not spiritual education. Spiritual education means that the higher you are, the more you help other people. You are honest with your life. You are honest with your life. Thank you so much. And maybe you have noticed that nowadays many boys seem to even consciously don't want to grow as good qualities in their children like honesty. Because they are afraid that like this their children become losers. Everyone will cheat them. Because on the contrary, they say to their children, ah, you have to be tricked, you have to be able to trick. In some ways I can understand these perils. I even agree to some point. Because there is honesty in goodness and honesty in ignorance. That's a naivety. For example, a child is playing outside and some man is approaching and he is asking, Oh, where do you live, boy? You are living here? And what is the number of your house? What is the number of your apartment? Are your parents at home? No. Are you alone? Oh, so let's go. We can play together at your house. And like this he is just robbing his house. It's called naivety. It's not honesty, it's foolishness. A child doesn't understand who he is talking, with whom he is talking. Honesty is based on knowledge. Honesty is responsibility. When you don't cheat anyone, anyone can cheat you. Anyone can't cheat you because you are full of knowledge. So honesty should be in the mode of goodness. But if you cannot teach in goodness, you start to compromise. You are saying, yes, you have to cheat because otherwise you will be cheated. The real honesty is very powerful because you don't have to tell just some kind of truth to anyone about himself. First of all, you have to talk about absolute truth. On this plot, we start to be really honest. Because without God, there is no honesty, ultimately. The thieves can also honestly, so-called honestly divide in between themselves what they have stolen. They are, look, they are very honest. But if we understand that everything belongs to God and we tell it to everyone, this is the real honesty. Like these people will steal less significantly because they will understand that there is nothing that belongs to me in this world. We are just using it temporarily. This is from what we should start, from the absolute truth. And again, it's connected with self-realization. When Jesus Christ was asked how to divide the environments, you said that you wouldn't be one of the devices. He did not come to talk about it. He said that he got into medical school, but he have to talk about it absolutely absolutely, absolutely, absolutely. And how do I understand that this is the desire of my soul and not the desire of gaining more money. He is trying to understand his own way of getting more money. With the fact that he is going to understand that this is the desire of my soul and not the desire of gaining more money. Он не платит, а вы хотите сделать как холдит, не эти задни, для души, что вы должны делать, это значит, что это ваше пределение. Но я согласен, что в нашей современной мире иногда вы должны просто зарабатывать на деньги. Не важно как, просто чтобы жить, зарабатывать на деньги. Это тоже иногда приводится делать. Поэтому работайте на дорогой работе лишь бы как-то выжить. Но стали делать что-то без стары для Бога. это будет ваша удачность. Думается, что вообще мужчинам согласно дхарме желательно, то есть работать, даже если это не всегда соответствует его природе, чтобы семью кормить. Мы считаем, что это не обсуждаем, просто что-нибудь делайте, и все груще. Хорошо, спасибо большое. Айжана Лжанва, преподаватель. Как преподавателю не потерять творческий подход и вдохновение, передавать навыки, умения ввиду загруженности, отчетами, бумажной работы и так далее? Не знаю, как такую ситуацию не потерять. Айжана Лжанва, how a teacher can keep his creative approach, if he is overloaded by different reports and formalities and so on? Ну, я не знаю, как это будет. В этом ситуации не будет легко. Но если вы будете связаны с Богом в вашу сердце, то вы будете очень счастливы и позитивны в этой ситуации. И также, вы должны понимать, что это не случайно, что вы в этой ситуации. Это ваша мечта. В нашей стране есть ситуация, когда родители страдают сильно. Хотя всё это должно быть на высшем уровне, но в наш век всё это упало. Наши сейчас задачи поднимать. Наши задачи. Мы должны сейчас понять, что уроль, да? Если мы сейчас, ну представьте, сейчас как война уйдёт. Война как будто бы нет. Информационная война, духовная война за человека, да, за личность, да. Вот и эта война означает, что теперь военное время, и мы не рассчитываем на комфорт. Во время войны мы не думаем, в окопе должны жить сейчас. Знаете, на почке должны жить. Вот в одно место приночеваем, в другое идём. То наступаем, то отступаем. Да, вот сейчас мы в таком положении находимся. Мы строим будущее. Основу для новых поколений, потому что мы сейчас уже упали. Уже упали. Нам сейчас трудно рассчитано на нашу полную счастливую безмитетную жизнь. Наша жизнь будет счастье в том, что мы будем преодолевать себя и жертвовать собой. Я вам открыто это говорю. Комфорта не ждите. Угу. 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 То есть нам, учителям, нужно понять… Ну, во-первых, прям эта фраза очень откладывается со знаний, что комфорта не ждать. Ожидание не должно быть, что когда-то всё будет комфортно и замечательно. С претензиями не бегать, что вот всё, правительство опять неправильно что-то сделало. То есть, потому что за нами будущее получается. То есть, получается, мы должны вложить… Да. Угу. 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 Как вы воспитали? Как вы воспитали? Важный вопрос. Да, да, да. И они не были в стихологии. Важный вопрос. Да, да. И все же, каждый человек склонится повернуться к знаниям духовным при четырех обстоятельствах. Но все же, каждый человек который, например, он испытывает сильные страдания when there are three conditions. Представьте, болезнь. Практически все люди практически все люди в такой ситуации обращаются к знаниям. Часто к Богу обращаются. Да, как Булгаков говорил. Может быть, атеисты, но с его саркома Лёхова вы идете и газалками, шарлатанами, физиками, и куда угодно и все могут быть. Но, если кто у вас с вашим кем, вы будете листи какие-то какие-то необходимые товары, которые могут быть техлоами, которые могут быть тех коальными знаниями. Это страдающая категория. Другая категория. Когда нужда от diferente. Но как любую объют, это честно, дружуясь, но нет, вы не категория миници не могли быть, что просто учительного жить, да? Это Ärма-то люди тоже могут повернуться к знанию. Что за жизнь? Почему и как-то? Алексы, который не трогается. Другая категория, когда все равно приходится, а тут, что можно честно, прожить или нет. Третья категория – это люди, не страдающие, не нуждающиеся, а любознательные. Да, это причина интересна, когда вы любознательный человек, поэтому вы интересуетесь, естественно, ваши интересы от этой вещи. Вы читаете и изучаете, при этом у вас нет предубеждений, вы читаете Священное Писание, соткие труды. Вы все. Где есть хорошие вещи от отсюда берете хорошие вещи. Вот такое ж лажuire Вы читаете очень небольшие компания пилософичесние, священные книги, ты отпадаешься с днемitzer, ты найдете много обычных вопросов, вы найдете не об confess. То есть, так или иначе, обстоятельства их вынудят обратиться к престижу. Если у них есть запас благочестия, они так иначе твоя муцетия. Если нет, они станут, может быть, преступниками или сотовыми людьми. Или паразитировать в общей воле. Это другая категория людей. Это благочестивый. Это благочестивый. Они благочестивые, они могут стать негодяями. Могут стать очень плохими, нарушать законы, эксплуатировать диктаторы. Это уже другая категория людей. Они не поясы. Они могут разрушить права, эксплуатировать и становиться криминалистами. Жалбута, магистр, специалист из каракастырии. Но какие сферы жизни должны ориентироваться, по вашему мнению, школьная система образования при обучении детей? На что обратить больше внимания? Какие сферы жизни? Which spheres should get the more attention in the educational process? I think that we cannot really change the school now because it's a big system. It doesn't give us even any time for any innovations. But I'm absolutely convinced that even in these conditions or this student system, I think the key role is the personality of a teacher. Because it's enough sometimes just few moments of revelation to erase some very important insights in a disciple that Andrew will bring through all his life. There may be even just one minute of something very intimate. For example, I remember my teacher of math, who in the school assembly when all the parents were present, were talking about us, the pupils, and we were just crying because of how she took care, how she loved us, how she was worried about our future. When she manifested it, we understood that someone needs us. It's not just a teacher of math. She is living with us and she understands us. Or we had a teacher of Russian language and we literally almost died when she left the school suddenly. And when the director of our school has died, everyone were crying. The children, the parents, the teachers, everyone. So it all, it was just some kind of little moments in between of the routine, the classes, the notes and so on and so on. There was a personality of a teacher because something very intimate and very important. So I am convinced that the main thing is the personality of a teacher. His attitude is not even about the subjects that are not being discussed. We are teaching a lot of students, not being discussed. For example, we cannot forget everything. We can forget everything. We have a lot of skills. We will never get the professional qualifications. But the skills that we have to be done without being discussed. Thank you very much. Today all the teachers are pushed to improve their professional qualifications. Хотя то, что вы говорите, это абсолютно нести. Спасибо, спасибо, умная. Айгуль Бакирова, юрист из Астаны, в законе об образовании в Казахстане есть такая строка «Свобода образования». Как понимать свободу образования? Есть ли разница между правом на образование и свободой образования? А что такое свободу образования? Так вот она и спрашивает. Я думаю, что, знаете, она подразумевает, что в будущем уже дойдет до того, что ученик уже может выбирать, хочет что-то учиться или не хочет что-то учиться. И вообще, то есть это, в принципе, его выбор. То есть она вот побаивается, что, в конечном итоге, завершится вот этим. Let's imagine. The ancient sages have studied this subject. The human nature is nicely described by them, though it's difficult now to get an access to this knowledge. It's not easy to understand, but the knowledge is present. And it's stated, for example, that a bird should be teaching how to fly. You want to go to a bird to a chariot, for example, like a bull. A bird has to fly. You don't have to teach the fish to run for them. It has to swim. So they say about the nature of a person. They know how to teach. Before 12 years, all the children are taught all together. Vedic education starts from 5 years. And from 5 to 12 years, it's a general education. It's a study about self-realization, absolute truth, different kinds of arts, languages, math, and so on. Spiritual knowledge. And starting from 12 years, professional education starts. And it's different from different fields. Someone goes to study labor when you come to do something with your hands. Someone goes to study the bank, economics, and a coach. Someone goes to study administration and management. Вот это разделение должно быть, потому что рыба бегать не сможет. А птица не сможет таскать какие-то телеги, понимаете? То есть уже природа должна быть занята. А кто-12 получает общеобразовательный проект? Угу. There should be this kind of division, because the fish cannot fly, and a bird cannot swim. So we have to engage our nature. And like this, everyone looks happy. The bird should not compete with the horse. Now we have lost this knowledge. But even intuitively, as a teacher, you can see that the children that are not, that don't have this tendency for studying, they are sitting somewhere in the back of a classroom, and just painting something like that. Or they, например, прекрасно поторговали. Вот это прекрасно. А у них во всё уходило. Да. And we just scold them by saying that, ah, you are foolish, you are stupid, and so on. They should be artisans, craftsmen, and they should be happy and successful people, and we are just scolding them, who are comparing them, who are children, and children, who are comparing them to their children, and they are comparing them to their culture, their intellect, and they have this kind of experience. Хотя почти вся молодёжь учится в тех или иных образовательных учреждениях. Thank you very much. The situation is that образование – это одно, а реальное жизнь – это другое. And how to overcome this разрыв and связать образование с жизнью? Вот такой очень практичный вопрос. Though almost all the youth is studying somewhere. So we have an impression that education and real life is something completely different. How can we overcome this distance and connect education and real life? Then I should ask you. You have to think. What is real life? Just think about it. I will give you a hint. Он отвечает в этой жизни за свои слова и поступки. Перед кем отвечаете, как это устроено, подумайте, что это за реальный мир. Вот тогда мы заполним. У нас у каждого одинаковая ответственность перед Богом. И мы все перед смертью равны. Подумайте, что такое реальная жизнь, подумайте сами, дайте ей определение. Вы не спрашиваете. Я всегда всех это говорю. Все, кто у нас сейчас. Реальная жизнь, я думаю, все с каждым. Хорошо. Ну вот такой, потому что вопрос такой, глубокий и ответ такой. Итак, нам всем следует понять, что на самом деле представляет из себя реальная жизнь. И кто я в этой реальной жизни. Каково мое место, кто я в этом мире. То есть очень важно это понять, и тогда ответ будет понятен. Потому что для кого-то реальная жизнь это какие-то, ну не знаю, там вдруг бандиты, вдруг там нападение, вдруг тебя там обманут. Вот он так понимает реальную жизнь. Для кого-то реальная жизнь это, ну я не знаю, там у тебя профессиональные навыки требуются. То есть в разных умных могут понимать это. А нам нужно понять, что на самом деле происходит реальная жизнь. То есть что такое материальная жизнь, да? И это очень важно. Спасибо большое. Вы знаете, у нас пять минут. И у меня есть... Я начала со своей вопроса и хотела бы завершить свои. И если будет возможность, мы что-то из ленты посмотрим. Потому что вопросов очень много. У меня вопрос такой очень-очень меня волнующий. Вы знаете, вообще вся эта жизнь, в которой я проживаю, и особенно преподаватель, и преподавание, и мотивинство, оно меня научило одному, что нам не хватает сердца. Нам не хватает души, мы какие-то жадные, какие-то невеликодушные, во всяком случае про себя могу это сказать. И поэтому, пожалуйста, рекомендуйте, какое качество нам, учителям, преподавателям, родителям следует разлить к себе. И потому что о нас часто судят по профессиональному качеству. Большое подозрение у меня, что это вообще не есть мы, это не есть все. Я очередной вопрос, а у кого учится учителя? У своих учителей? А те, у кого изначально, кто учитель? И в итоге, Богу. В итоге, все Богу, к абсолютной идее. У кого учиться у Бога? Потому что Бог очень щедрит. То есть все великолепные качества, которые у них в превосходной силе не существуют, нам следует учиться это. Я скажу такую вещь, что все учителя это класс. Это высшая класса людей считается. В общем, учителя. Все учителя должны учиться только у Бога. И высшего и самого совершенного. У человека мы учимся. Перенимай его, чтобы он не совершается. И воли не будет. Потому что учимся и священных книг и от святых людей. Это для всех учителей правила неизвестимое дело. Иначе мы станем обманщиками и будем обманщиками. То есть нам не следует бояться быть смелыми. Не следует бояться быть честными в этой жизни. Не следует бояться быть великодушными. Не жать учить. Совершенно верно. Не нужно бояться. Это очень бесстрашная профессия. Это очень бесстрашная профессия. Кто даёт знание. Спасибо большое. Сейчас я посмотрю какой-нибудь вопрос. Он понимает. Он понимает. Все что связано с любовью. Он понимает. Все что связано с любовью. Те, кто на уровне детей говорят, Бог твой Отец. Бог наш Отец. Он понимает. Слово Отец понимает. Вот это проблема. Это проблема. Тогда и Бог тоже поступает. Понимает. Вы знаете, в одной из лекций вы сказали, что вначале нам нужно научиться вот, чтобы вообще понять Бога. Нам нужно, если не ошибаюсь, нам надо научиться и вообще духовно учителя понять и принять. нам надо вначале принять учителя в том школе и принять своих родителей как гуру в первый курс. То есть мы не умеем даже просто с простым, самым обычным почтением относиться к собственным родителям. Может быть, вот с этого прям начать. С простых вещей, которые очень затруднительны для вас. Тогда вы должны начать еще. С предыдущего периода вы должны обучать родителей, которых будут уважать, как признать Бога. Тогда их нужно обучить этому. Родители нужно обучать. Вы дети обучают. Хорошо, но забывайте, что вы должны обучать родителей. Хорошо. Ну это и два целых. У нас 12 секунд просто осталось. Я, я поэтому, простите, завершаю. Спасибо вам огромное. Есть огромный материал для думания. Всего доброго. За ваше щедрое сердце, за вашу мудрость. До свидания. Спасибо огромное. Всем удачи. Желаю. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. sembleение в том, что один раз за случайно отдыхает Painterяс fair.